Начать нашу работу прошу минутой молчания почтить память погибших в результате событий, имевших место в Республике Казахстан. Спасибо. Прошу садиться. Предлагаю продолжить сессию и начать с повестки дня. У нас сегодня был предложен один вопрос о ситуации в Республике Казахстан и о мерах по ее нормализации. Если нет дополнительных предложений, предлагаю утвердить эту повестку. Я так понимаю, что нет возражений и предлагаю после моего краткого выступления в рамках обсуждения нашего вопроса первым предоставить слово президенту Республики Казахстан Токаеву Касандру Марту Кемелевичу для предоставления информации по складывающейся ситуации в стране. Далее предоставить слово генеральному секретарю УДКБ Станиславу Васильевичу Засю для представления информации по выполнению решений СКБ СМО УДКБ относительно оказания помощи Республике Казахстан. После этого предлагается предоставить слово для выступления в формительном порядке членам Совета коллективной безопасности, а далее председателю кабинета министров, руководителю администрации президента Киргизской Республики для обмена мнениями. Приемлемо, да, такой регламент? Тогда приступим к нашей работе. Уважаемые коллеги, уважаемый генеральный секретарь УДКБ, благодарю за оперативный отклик и участие в сегодняшней очередной сессии Совета коллективной безопасности, посвященной ситуации в Республике Казахстан и мерам по его нормализации. Ввиду складывающейся обстановки в стране, угрожающей дальнейшей эскалации, президент Казахстана официально обратился в Совет коллективной безопасности УДКБ. На основании указанного обращения в соответствии с договором о коллективной безопасности и уставом УДКБ, действуя в строгом соответствии с функциями действующего председателя СКБ, мною был запущен механизм консультации с главами государств, членом УДКБ. Учитывая официальное обращение Казахстана и принимая во внимание тенденцию быстрого развития ситуации, а также ввиду возникновения угрозы безопасности, стабильности и суверенитета страны, с целью нормализации обстановки в Казахстане Совета коллективной безопасности УДКБ было принято консенсусное решение об отправке миротворцев в Казахстан на ограниченный период времени для охраны стратегически важных объектов в соответствии с договором о коллективной безопасности, уставом организации, а также соглашением о миротворческой деятельности УДКБ. Уважаемые коллеги, теперь хотел бы, как уже договорились, предоставить слово президенту Республики Казахстан Касымжумарту Кемелевичу Токаеву. Пожалуйста, Касымжумар Кемелевич. Уважаемые коллеги, проведение нашего внеочередного саммита связано с чрезвычайными событиями. За несколько январьских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости. С реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и наша организация в целом. Хочу поблагодарить нашего председателя Никола Баваевича Пашиняна за оперативную работу по согласованию необходимых документов. Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. С вами, уважаемый Владимир Владимирович, мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну. Выражаю благодарность Александру Григорьевичу Лукашенко, Садыру Нурважевичу Жапарову и Мамали Шайбовичу Рахмону за политическое и даже боевое братство. Сегодня у нас общенациональный траур по погибшим в дни трагедии в Казахстане. Я искренне благодарю вас за соболезнования по этому случаю. Хотел бы выразить признательность генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Васильевичу Засю, всему сплоченному коллективу секретариата и объединенного штаба нашей организации. Фактически это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. Для нас принципиально важна не только военная, но и прежде всего моральная поддержка партнеров по ОДКБ. Все государства-участники организации выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана. Сейчас хотел бы проинформировать вас о текущей ситуации в нашей стране и о том, что произошло за минувшие дни. Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка, год, два, три покажет следствие. Деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки. Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. Все эти действия решительно пресекались. Но организаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных выступлений. В качестве повода они использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на автомобильный газ. Прошли митинги, участники которых выдвинули социально-экономические и общественно-политические требования. Все они были услышаны и выполнены государством. Правительство ушло в отставку. Цены на автогаз были заморожены на прежнем уровне. Мы объявили о принятии комплекса конкретных социально-экономических мер и четкого плана общественно-политических реформ. Но для организаторов агрессии против Казахстана это уже не имело никакого значения. Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй-третий план. Они забыли, что из-за этого развернулась горячая фаза и вступили в действия группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра. Тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу. Об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы. Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных. В ходе нападений на войсковые части и армейские блокпосты, банк формирования пытались завладеть оружием и боевой техникой. В Алматы и другие города шли настоящие бои. Например, бой вокруг департамента или здания департамента внутренних дел в городе Алмате продолжался двое-две ночи. Полицейские отбивались от атак террористов. Только в Алматы было захвачено 7 оружейных магазинов. Это были атаки хорошо натренированных профессионалов, включая снайперов со специальными винтовками. Террористы использовали собственную связь, переодевались в форму военнослужащих и правоохранительных органов. Они цинично прикрывались участниками массовых беспорядков, которые служили для них живым щитом. Имея численное преимущество, как минимум в 5 раз бандиты нападали на полицейских и военнослужащих, избивали их с особой жестокостью, двоим военнослужащим отсекли головы. Имели место варварские нападения на больницы. Чтобы распылить ресурсы государства, организаторы нападения развернули самый широкий фронт. Агрессия охватила одновременно 11 регионов. Но основной удар был направлен против Алматы. Как вы знаете, это наш крупнейший город и финансовый центр страны, где сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы. Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга, а затем всей страны. Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции президента. По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами. Это потребовало от нас принять беспрецедентные меры. Казахстанские силовые структуры сумели в кратчайшие сроки мобилизоваться и дать отпор нападавшим, взяв ситуацию под свой контроль. К сожалению, это далось очень дорогой ценой, потерями среди силовиков и мирных жителей. Погибло 16 сотрудников силовых структур, более 1300 получили ранения. К сожалению, есть жертвы и среди мирного населения. Точное количество уточняется. По всей стране пострадали 1270 субъектов бизнеса. Разграблено более 100 торговых центров и банков. Только полицейского автотранспорта было повреждено и сожжено около 500 единиц. Причинен огромный материальный ущерб, размер которого оценивает специальная правительственная комиссия. С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морге, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы. Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти. В соответствии с решением Совета безопасности Казахстана, основанным на всестороннем анализе правоохранительных и специальных служб, ситуация была квалифицирована как угроза терроризма и акт агрессии. События в Казахстане приобрели критический характер. Алма-Ата и 9 областных центров оказались в руках бандитов. Мы объявили режим контртеррористической операции. Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие. Оно оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алма-Ату и отбить город от террористов. На сегодняшний день в соответствии с решением Совета коллективной безопасности, в Республике Казахстан развернуты и приступили к выполнению поставленных задач коллективные миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники. Они реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов. Чуть позже мы заслуживаем доклад генерального секретаря ОДКБ по обстановке и реализуемым задачам. Как я уже сказал, это первая миротворческая миссия ОДКБ. Уверен, что организация получит полезный положительный опыт. Будут проанализированы узкие места и сделаны соответствующие выводы. Внесены корректировки, регулирующие документы. В целом, хочу подчеркнуть, что ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация. ОДКБ – это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств. Фактически, произошедшие события стали переломным этапом в развитии организации, которая обрела новое качество как сильный международный институт. Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для всего пространства коллективной безопасности. Поэтому нам важно и далее укреплять мощный потенциал ОДКБ, и Казахстан внесет свой вклад в это дело. Одной из возможных рекомендаций может стать оптимизация сроков реагирования на кризисные ситуации. Мы должны повышать оперативность в вопросах разработки и принятия утверждающих решения Совета коллективной безопасности и других органов. Важно также обеспечить максимальную политическую поддержку решения об использовании миротворческих сил ОДКБ, особенно со стороны Организаций Объединенных Наций и других авторитетных международных организаций, ведущих мировых средств массовой информации, а также аналитических центров разных стран. Мы уже видим, что возникают вопросы о легитимности ввода сил ОДКБ. Это происходит из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации. В отдельных случаях в международном сообществе, включая зарубежные средства массовой информации, имеет место абсолютно неверное толкование как применения сил ОДКБ, так и прочтения ситуации в Казахстане. Несмотря на все предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженные силы против мирных демонстрантов. Зная это, организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии. На первом этапе, как я уже сказал, состоялись мирные протесты. Затем, в частности в Алмате, были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города. А потом началось то, что в историю войдет, наверное, как алматинская трагедия. Между тем, Устав Организации Объединенных Наций признает за каждым государством неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения извне. В ближайшее время после завершения предварительного расследования мы представим на суд мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против нашей страны. Как мы видим, отдельные средства массовой информации и общественные институты продолжают вброс ложной информации, основанной на вымыслах и непроверенных фактах. Уверен, что международные организации, включая ООН, ОБСЕ, ШОС, СМД, а также международные гуманитарные организации, заинтересованы в полном и беспристрастном расследовании незаконных действий террористов, преступников, злоумышленников. В то же время делать поспешных выводов не следует. Я благодарю всех, кто с самого начала был уверен в том, что Казахстан преодолеет этот сложный этап в нашей новейшей истории. Особенно это касается ОДКБ. Убежден совместными усилиями, мы сделаем так, чтобы временное развертывание в Казахстане миротворческого потенциала ОДКБ было максимально безопасным, эффективным. И надо прямо сказать, что миссия миротворческого контингента ОДКБ была в высшей степени эффективной, полезной. С нашей стороны, как я думаю, это урок Казахстана, но, думаю, он будет полезен и для всех государств, партнеров по организации. Ни в коем случае нельзя допускать информационного вакуума, чтобы его наполняли провокаторы или недоброжелатели. К сожалению, в нашем случае это продолжается. В сложившейся ситуации наше недавнее решение об учреждении института специального представителя агенции ОДКБ по миротворческой деятельности подтверждает свою актуальность. Хотел бы четко заявить, что мы будем твердо защищать право народа Казахстана на мирные волеизъявления и открытый диалог с властью. В то же время мы будем жестко пресекать любые формы насильственного экстремизма и тем более боевые действия против Казахстана, как это произошло недавно. Не позволим покушаться на наш государственный суверитет и территориальную целостность. Хочу заверить, что Казахстан будет твердо соблюдать свои международные обязательства. Уважаемые друзья, коллеги, в настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Опасные угрозы для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. На сегодня в органы полиции доставлено около 8 тысяч лиц. Правоохранительными и специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям. Изъято 116 единиц оружия. Операция продолжается. Корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки. Переодеваются в гражданскую одежду. Сбревают бороды и прочее. Предстоит большая напряженная работа. Задействуются даже ветераны правоохранительных органов и армии. Все государственные органы усиленно работают над тем, чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни. Завтра я внесу в парламент предложение по новому составу правительства и поставлю конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере. В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончатся успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ. Главное не допустить в будущем повторения таких событий на всем пространстве коллективной безопасности. Думаю, в этом и заключается наша основная задача на ближайшую перспективу. Казахстан готов к этой работе и всегда поддержит своих союзников. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Касымжамар Кемелевич, за содержательную информацию. Сейчас спрошу генерального секретаря ОДКБ Станислава Васильевича Сася представить результаты работы по выполнению решений, принятых Советом коллективной безопасности и Советом министров обороны ОДКБ с целью оказания помощи Республике Казахстан. Пожалуйста, Станислав Васильевич. Уважаемый председатель, уважаемые члены Советом министров обороны ОДКБ, в связи с обстановкой, сложившейся в Казахстане, на основе обращения президента Республики Казахстан Касымжамар Кемелевича Такаева и в исполнении ваших договоренностей о направлении Республики Казахстан коллективных миротворческих сил ОДКБ, в секретариате и объединенном штабе организации незамедлительно была организована работа по подготовке юридически обоснованных решений по проведению миротворческой операции и координации вопросов развертывания коллективных миротворческих сил ОДКБ на территории Республики Казахстан. Погготовлен проект решения Совета коллективной безопасности о мерах по нормализации обстановки в Республике Казахстан 6 ноя всего года был направлен вам для утверждения. И я хотел бы выразить признательность вам за оперативное принятие этого документа, что позволило в тот же день приступить к переброске воинских контингентов из государств в Республику Казахстан. По вашему поручению, соответствующему соглашению о миротворческой деятельности ДОКБ, о принятом решении на проведение миротворческой операции на территории Республики Казахстан через генерального сетеря ООН проинформированы членами Совета безопасности Республики Казахстан. Также мной было проинформированы генеральные сектори ОБСЕ и ШОС. Одновременно с представителями СМИ была проведена разместительная работа после пути принятых решений и механизмов их реализации. В исполнении вашего решения на следующий день, 7 числа, Совета Министра обороны ДКБ были сформированы коллективными миротворческими силами. Командующим коллективными миротворческими силами назначен командующий воздушно-десантными войсками вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич. Этим же решением Совета Министра обороны определили задачи коллективных миротворческих сил и другие вопросы. По сути дела, на все организационные процедуры мы потратили двое суток. Параллельно шло развертывание коллективных миротворческих сил. И уже вчера мы завершили развертывание нашего контингента в полном объеме. В течение четырех суток самолетами Воздушно-космической силы Российской Федерации совершено более 188-ми самолетарейцев. Контингенты коллективных миротворческих сил десантированы в городах Нур-Султан, Алматы и Алматинской области. Командный пункт развернут на базе Военного института сахупутных войск в городе Алматы. Материал-техническое развлечения войск и контингентов организовано направляющими государствами, а также на двусторонней и многосторонной основе. В соответствии с согласованным с казахстанской основным планом операции коллективные миротворческие силы приступили к выполнению задач по усилению охраны и обороны важных военных и государственных объектов, а также созданию условий для стабилизации обстановки в зонах ответственности. На центре кризисного регирования ДКБ, где мы сейчас находимся, организован крутослуживший обмен информацией о складывающей ситуации с командованием карантинных миротворческих сил и Министерствами обороны государств и членов ДКБ. Для координации деятельности карантинных миротворческих сил в Казахстан направлена оперативная группа в главе с заместительным начальником объединенного штаба. Для изучения положения дела на месте встреча с командующим, руководством Республики Казахстан по согласованию с президентом Республики Казахстан и с представителем СКБ завтра вылетаю в Казахстан. Уважаемые члены СКБ, на сегодняшний день все необходимые меры в исполнении вашего решения о развертывании миротворческой операции ДКБ приняты. Вчера я разговаривал с командующим комитетными миротворческими силами генералу Пуковенко Сердюковым и по его докладу проблем, требующих решения на уровне глав государств, нет. И, кстати, вчера было очень приятно слышать слова генерала, командующего нашей миротворческой группировкой о том, что все бытовые организационные вопросы решаются в лед. И особо благодарно сказать, что было высказано Министерство обороны Казахстана. Было сказано так, что мы живем и выполняем задачи, как одна семья. Уважаемые члены Советове Безопасности, в качестве вывода. Да, это первый наш опыт проведения такой мероприятий, этой операции. Безусловно, чуть позже спокойно мы проанализируем все, изучим, конечно, необходимые уроки и выводы. Но уже сейчас можно сделать точно один самый главный вывод, что тот миротворческий потенциал и механизмы, которые используются, которые созданы в нашей организации, он реально работает и способен выполнять поставленные задачи. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Станислав Васильевич. Слово представляется президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Пожалуйста, Александр Григорьевич. Уважаемый Никол Ваваевич, уважаемые коллеги, прежде всего хочу поблагодарить уважаемого Касима Жамаркемельевича за подробную информацию об обстановке в Республике. Сегодня в стране объявлен президентом национальный трау. От имени белорусского народа примите наши соболезнования в связи с гибелью сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и мирного населения Казахстана. Анализ событий в Казахстане показывает наличие, конечно же, внешнего фактора. Их сценарий узнаваем. О чем только что сказал президент Казахстана. За аналогиями далеко ходить не надо. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Афганистан не так давно подобный комбинированный натиск испытала и Беларусь. Конечно же, в этих странах были свои особенности, но общий почерк виден. Да, мы много сейчас говорим о внешнем вмешательстве и прав президента Казахстана. Пройдет немного времени. Имена, фамилии, адреса, пароли, явки будут названы этих деятелей. Но надо понимать одно, что только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутреннее. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси. Надо понимать, что вокруг близкого нам народа и государства Казахстан слишком много накопилось желающих взорвать ситуацию вокруг центрально-азиатских постсоветских республик. Совсем недавно к этому добавился Афганистан. Еще раз подчеркиваю, это наш непреклонный вывод на границах Казахстана это показали события, скопилось немало международных террористов. Это первое. Второе. Для того, чтобы преодолеть эти негативные тенденции в наших постсоветских республиках, в данном случае Казахстана, невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана, пусть даже гигантской по территории страны. Как нам видится, я абсолютно в этом убежден, что самые близкие народы Казахстана и Кыргызстана должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы уже нами в постсоветский период. Именно Кыргызстан и Казахстан. Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан. Но главное это уроки. Уроки, которыми занимает сегодня руководство Казахстана. Внешние, о которых было уже сказано в ближайшее время, сделают соответствующие выводы, но и внутренние причины. Анализируя встановку в Беларуси, мы исходим из того, что кроме внешних причин, у нас они явно были видны. В Казахстане сейчас не очень. Президент Казахстана пытается докопаться все-таки до сути. Я уверен, что он это сделает. Но мы, исходя из того, что было в Беларуси, не забываем о том, что были и внутренние причины. Точно так и в других республиках. Нужно это четко усвоить. Если мы этого не поймем и будем пенять только на внешний фактор, значит, мы можем получить повторение событий. Напомню, что о рисках и угрозах, связанных с созданием в Центрально-Азиатском регионе спящих ячеек террористов и экстремистов, которые в один момент могут проснуться, неоднократно говорил уважаемый Эмамали Шарипович Рахмон. Мы принимали это к сведению, но, наверное, недооценили риски. Но давайте откровенно порой думали, что нас сия беда минет. Теперь видим, что основной костяк протестующих в Казахстане составляют профессиональные боевики-террористы. Это очень опасная тенденция. Кто их организовывал и руководил, надо разобраться. Уверен, что организаторы и руководители событий в Казахстане глубоко спрятаны. Но я абсолютно убежден, что как в Беларуси, в других странах, так и в Казахстане, мы придем в ту же точку изначально. Отмечу, как говорили коллеги, своевременность и оперативность принятого нами решения о вводе в Казахстан коллективных миротворческих сил ОДКБ. Уверен, наши усилия поддействовали отразляющие над деструктивные элементы и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации. Нам, исходя из этого нашего урока, нужно совершенствовать и управляемость ОДКБ, и те силы, которые мы готовы задействовать. Но нас ждут серьезные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ, спокойно, планомерно наращивать все ее компоненты и прежде всего миротворческий потенциал. Весьма важно сохранить мобильность и оперативность действий. И не надо излишне, образно говоря, стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку или еще какие-то государства. Будем смотреть резко по сторонам, свернем шею. Поэтому надо заниматься своими вопросами и видеть собственную безопасность. Когда у них возникают малейшие проблемы, они не думают о демократии, они не оглядываются на нас, а действуют сообразно собственным интересам. Нам тоже надо это учесть. Вот жестко поступили в первые минуты, результат виден. Судя по активности западных политиков, там внимательно отслеживают ситуацию. Они сначала взяли паузу 2-3 дня. Может выходные были, может еще что-то для того, чтобы тоже организоваться. Через 2-3 дня мы с президентом России об этом говорили постоянно. То, что мы планировали, как мы это видели, то и произошло. Посыпались заявления. Заявления понятные. Демократия, свобода, непринятие жестких мер и так далее. очевидно, что ввод коллективных миротворческих сил ДКБ нарушил планы заказчиков и исполнителей спровоцированного конфликта. Это еще раз подтверждает правильность принятого нами решения. В этой связи хотел бы заметить, что нам надо обязательно отслеживать ситуацию и действовать на упреждение. Купировать возможные причины, которые могут привести к таким последствиям. И правильно поступил президент Казахстана, когда в первый же день жестко спросил тех, кто допустил первые симптомы этих событий. Подумаешь, природный газ, которого там девать некуда в этом Казахстане, надо было в два-три раза повысить цены. В этой связи в информационном поле следует действовать на упреждение. Нельзя допускать выставления миротворческого контингента как оккупантов. Мы видим, такие попытки уже предпринимаются. Мы никакие не оккупанты. Мы не пришли туда по своему желанию. Нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну. И мы оказали ту поддержку, которую он потребовал от нас. Это урок для всех. Это прецедент. Хороший прецедент. Сегодня, как никогда, уважаемые коллеги, в рамках организации необходимо повышать уровень политического взаимодействия, координацию позиций на международной арене. Формы и методы оказания гибридного влияния на наши страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования. Как я уже говорил, без оглядки. Следует совершенствовать информационный обмен, качественно улучшать аналитическую составляющую. Рост напряженности нас также подталкивает к ревизии совместных мер по противодействию терроризма и экстремизму. Хороший повод сейчас в какое-то время собраться и поговорить о Таджикистане. Президент Таджикистана нас годами уже просит о показании материальной поддержки, прежде всего техникой военной. И нам надо это сделать, чтобы потом нам это не пошлось дороже, как это с Казахстаном. Сколько там почти 200 рейсов самолетов. Мы перебрасывали огромную технику, благо, что Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас, он там справится с этими проблемами. Это касается и других республик. Выводы надо делать. Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях. Необходимо своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на пути насилия, а также жестко пресекать их деструктивную деятельность. что касается Беларуси, уважаемые коллеги, вы всегда можете рассчитывать не просто и не только на взаимопонимание, отдельное заявление и поддержку. Мы всегда будем верны тем договоренностям, которые нами достигнуты. Благодарю за внимание. Спасибо, Александр Григорьевич. Слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Мы на нашей сессии обсуждаем действительно очень серьезный и волнующий всех нас вопрос о ситуации в Казахстане и мерах ее нормализации. Но это касается всех нас. Я абсолютно согласен с Александром Григорьевичем Лукашенко. Что касается ситуации в Казахстане, всем известно, что президент Казахстана Кемиджимович Такаев обратился за помощью к членам организации договора о коллективной безопасности в связи с тем, что его братская для нас страна, участник ОДКБ столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, целостности и суверенитетом. Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуации воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди и у них другие цели. При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков, о чём президент Такаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом. И, как отмечал Касамжамар Кемелевич, их нападение на Казахстан, а по сути это нападение на страну, на Казахстан, по сути явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен. Реагировать на всё это нужно было без промедления. И обращение президента Казахстана было сразу же поддержано всеми главами государств, членов ОДКБ и председательствующим Совете коллективной безопасности премьер-министром Армении. Крайне важно, что нашей организации при участии её секретариату удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жёстких временных рамках. И можно сказать, что за считанные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародёрам и другим криминальным элементам. Мне президент Казахстана уже говорил в наших телефонных разговорах, люди просто не переставая звонили ему и просили и требовали защитить их от бандитов и террористов. Но совместные шаги по оказанию помощи братскому казахстанскому народу были согласованы максимально оперативно. И механизм ОДКБ реально включился. В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и хочу это подчеркнуть на ограниченный по времени период, на такой сочтёт возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана. После выполнения своих функций безусловно весь контингент будет выведен с территории Казахстана. Нам удалось осуществить полное развертывание этого контингента в достаточно короткие сроки. Рассматриваем наши совместные действия как исключительно своевременную и абсолютно конечно легитимную акцию. Подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьей 4-й основополагающего договора о коллективной безопасности от 1992 года. Ею предусматривается, что в случае совершения агрессии против любого из государств участников все остальные государства по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную. А мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма. Откуда взялись эти банды вооруженных людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах, явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты? Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно. Каждый из союзников внёс свой вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ. И туда вошли и уже активно проводят оперативные мероприятия подразделения всех, без исключения стран-участности. Это свидетельствует о том, что проводимая в рамках ОДКБ многолетняя, вот я хочу это подчеркнуть, многолетняя, кропотливая работа по формированию целостной системы безопасности государства-участников, включая, разумеется, и коллективные миротворческие силы ОДКБ, даёт результат. Важно, очень важно, уважаемые коллеги, что военные наших стран проходят подготовку по общим программам, оснащаются едиными или совместимыми образцами вооружения, техники и связи. Навыки развертывания миротворцев оттачивались в ходе регулярных совместных учений, в частности, на недавних манёврах ОДКБ «Нерушимое братство», организованных с учётом приобретённого российскими военными опыта в Сирии. Это было продемонстрировано высоким уровнем выучки, мастерства и слаженности наших военнослужащих, их способности оперативно выполнять задачи по борьбе с терроризмом и защите мирного населения. Именно такая планомерная, совместная учебно-боевая деятельность войск стран ОДКБ позволила перебросить миротворцев в Казахстан в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью. В состав контингента ОДКБ вошли наиболее подготовленные подразделения воздушно-десантных войск России. Все они имеют реальный боевой опыт. Прокладить действиями коллективных сил в Казахстане командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков знает свое дело. Миротворческий контингент сходу взял под защиту ключевые объекты инфраструктуры и обеспечивает контроль над ними казахстанских властей. Именно казахстанских властей. А казахстанские же силовые и правоохранительные структуры занимаются непосредственной борьбой с терроризмом, боевой работой, защитой мирного населения и выполняют полицейские функции там, где нужно. То есть наши военнослужащие заместили их на объектах инфраструктуры и дали возможность президенту Казахстана эффективно применять свои силы и средства по наведению порядка в стране. Как уже отмечали выступающие, благодаря мерам, принятым руководством Казахстана при нашей с вами поддержке ситуация постепенно нормализуется. Ряд жизненно важных объектов, в том числе Алма-Атинский аэропорт, полностью очищен от террористов и бандитов силами военных 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 Казахстана и правоохранительных органов. Уверен, что совместными усилиями уже в самое ближайшее время положение во всей стране будет окончательно взято под контроль и стабилизировано, а на казахстанскую землю вернутся наконец мир и спокойствие. Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. Я здесь согласен с Александром Игоревичем. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций. Всем известно, что путём использования интернет-коммуникаций и социальных сетей продолжают предприниматься попытки вовлечения наших граждан в протестные акции, которые являются предтечей и нападения террористов, о чём ясно и совершенно конкретно было сегодня рассказано президентом Казахстана. Это вот хронология событий, которая происходила в Казахстане. Она очевидна совершенно, мы все это видели. Более того, и опыт последних событий в Казахстане подтверждает, определённые силы начинаются использовать киберпространство и соцсети в рекрутирование экстремистов и террористов, создание спящих ячеек боевиков. В этой связи полагали бы целесообразным поручить Комитету секретарей Совета безопасности ОДКБ в рамках профильных рабочих групп по вопросам информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом представить предложение по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ. Главное, чтобы трагические события, которые переживает сегодня братская нам страна, Казахстан, впредь не заставили нас врасплох, и чтобы мы были полностью отмобилизованы и были бы готовы дать отпор любым провокациям. Я бы хотел отметить и то мужество, с которым президент Казахстана принял эти события. Взял ответственность на себя, на свои плечи, возглавил проведение всех этих мероприятий, консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры, граждан страны для того, чтобы дать отпор террористам, извини. Уверен, что руководство Казахстана сделает все для того, чтобы наладить нормальную работу правоохранительных органов, экономики страны. В этом ни на секунду не сомневаюсь. В заключении хотел бы подтвердить, что Россия намерена и далее уделять самое приоритетное внимание укреплению отношений стратегического союзничества со всеми государственными членами ОДКБ. И, конечно, выражаю уверенность, что руководство и народ Казахстана, еще раз хочу это подчеркнуть, справится с создавшейся ситуацией и с честью ответить на возникшие серьезные вызовы. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Владимир Владимирович. Слово предоставляется президенту Республики Таджикистан Имамали Шариповичу Рахмону. Пожалуйста, Имамали Шарипович. Уважаемый Николай Валович, уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы выразить народу и президенту Республики Казахстан Касим Жамарта Кемельевичу Такаю. Наши глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в братской стране. Выражаем сочувствие и поддержку семьям и близким погибшим. Благодарны президенту Казахстана за подробную информацию о произошедших последние дни события в стране. Продолжение следует... Продолжение следует... У нас техническая заминка и надеюсь скоро восстановится связь с Таджикистаном. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Таджикистан, следуя своим обязательствам в рамках ОДКБ, также оперативно откликнулся на обращение руководства Казахстана, оказав содействие в устранении возникшей угрозы. Сегодня представители Миротворческого батальона Министерства обороны нашей страны несут службу в составе коллективных Миротворческих сил ОДКБ. Уважаемые коллеги, хотел бы поделиться с вами своим видением ситуации. Представленные Касим Шамартом Кеменовичей информацией наглядно показывают, что в экстрем порядке были приняты решения по волнующим вопросам социально-экономического характера и стабилизации обстановки в стране. Трагические события в Казахстане вновь подтверждают необходимость усиления нашей совместной комплексной работы по противодействию терроризму и экстремизму, религиозному радикализму и транснационально организованной преступности, включая незаконный обороны наркотиков. Борьба с разрушительной деятельностью террористов, экстремистов, исламских радикалов и различных криминальных элементов у нас не прекращалась в течение последних 30 лет. И мы хорошо знаем, какую угрозу для нашей безопасности представляют эти силы. Таджикистан с первых дней своей независимости борется против таких вызовов и прошел гражданскую войну, уничтоживая жизнь более 150 тысяч граждан страны. На наших встречах в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС я неоднократно обращал ваше внимание на наличие в наших странах спящих ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма. Их вербовочно-пропагандистские усилия среди граждан государств и членов ОДКБ не прекращались ни на один день. В наших странах усиленно продвигается крайне разрушительная идеология религиозного радикализма, которая сегодня стала одним из главных оружий в руках наших недругов. Все это серьезно усиливает религиозно-экстремический потенциал и создает угрозу дестабилизации ситуации внутри наших государств. В этом плане особо следует отмечить агрессивную активность движения Сарафья и ваххабизм. Последователи данных течения, как известно, составляют костяк исламского государства. Мы в Таджикистане всеми силами усиленно боремся с агитационной и подрывной работой эмиссаров запрещенных организаций. Ежегодно фиксируем количественный рост фактов выявлений интернет-ресурсов террористического характера. Вместе с тем, к сожалению, тенденция попадания граждан наших стран, в том числе и сна трудовых мигрантов, под влиянием агитаторов террористических организаций, не уменьшается. Уместно напомню, что в течение короткого времени десятки тысяч граждан постсоветских государств оказались в Ираке и Сирии. Час из них были уничтожены. Возникает логичный вопрос, куда делись остальные, какое их количество задержано или вернулось на родину. Поэтому нашим странам необходимо наладить более действенную координацию спецслужб по борьбе с трансоциалной организованной преступностью, в том числе киберпространство. В рамках СНГ я уже предложил, разработав систему защиты информационного пространства. Считаю, что эта инициатива является актуальной и своевременной для ОДКВ. Одновременно считаем важным продолжить работу по выявлению и купированию каналов перемещения наших граждан в регионе с повышенной террористической активностью. Сказаны также касаются и каналов проникновения и возвращения на зону ответственности ОДКВ лиц, причастных к терроризму и экстремизму. В фокусе особого внимания мы должны держать проблему бесконтрольного выезда наших граждан на учебу в зарубежных религиозных учебных центрах, где они зачастую проходят тщательную экстремистскую подготовку. Таджикистан за последние несколько лет не только нейтрализовал каналы отправки своих граждан на религиозные образования, но и вернул на родину из таких центров более 5000 своих граждан. Уважаемые коллеги, усиление активности международных террористических группировок в Афганистане непосредственно влияет на зону коллективной безопасности ОДКВ. Мы с вами хорошо знаем, что со второй половины августа прошлого года из Тюрем в Афганистане были освобождены тысячи членов ИГИЛ, Алкайи, Ансурулах, Хизбут-Таарир, ИДУ и других террористических группировок, что привело к активизации их деятельности, укреплению их боевого и подрывного потенциала. Нас крайне волнует и тот факт, что на территории Афганистана укрепляют свои позиции боевики ИГИЛ, особенно его филиалы в Илья-Тих-Росон. В целом, по данным наших спецслужб, количество лагерей и центров по подготовке террористов, граничащих с южным границем ОДКВ, в северо-восточных провинциях Афганистана, насчитывается в свише 40, а их численный состав достигает более 60 тысяч боевиков. Государственным членам ОДКВ надо крайне серьезно отнестись к тому, что отдельные наши граждане, наблюдая то, как укрепляются позиции террористов в Афганистане, заручившись их поддержкой, могут пойти на самые крайние меры. Контекции событий в Казахстане в случае подтверждения участия наших граждан в этих беспорядках считаю важным наладить более тесную координацию правоохранительным органам странно-докими в северах предотвращение повторения подобных случаев с последующими принятиями жестких мер. Я считаю, что у террористов нет родины, нет религии, их надо уничтожить, нет национальности. Где бы они ни находились, где бы ни были. Мы полностью вас поддерживаем, Касим Джамар Кемыльевич. Наши руководители Министерства силовой структуры правоохранительных органов поставили на контакте, они работают слаженно. Вместе с тем, хотел бы напомнить, что до сих пор не обеспечена реализация решения Совета коллективной безопасности о формировании единого списка организаций, признанных террористическим форматом ОДКВ. Это очень серьезно. Кроме того, нас особо беспокоит, что до сих пор не принята целевая межгосударственная программа по укреплению торжества афганской границы. Уважаемые коллеги, здесь Александр Григорьевич упомянул, обстановка на границе торжества афганской границы усложняется каждый день. Идет боевые действия према долг границы между самими талибами. И они за последние недели только в одном участке погибли более 11 и получило более 18 талибов. Поэтому нам надо создать пояс безопасности вокруг Афганистана. Уважаемые коллеги, в завершении хотел бы еще раз выразить нашу солидарность и полную поддержку усылям президента Казахстана Касим Жамарта Кемельевича Такаева по наведению правопорядка в стране. Мы убеждены, что у братского Казахстана есть все силы и средства. Для этого и его мудрый народ сможет добиться полной стабилизации ситуации в кратчайшие сроки. Благодарю за внимание. Спасибо, Мали Шарипович. Сейчас слово предоставляется председателю Кабинета министров, руководителю администрации президента Кыргызской республики Жапарову Акилбеку Усамбековичу. Пожалуйста, Акилбеку Усамбековичу. Уважаемый Николай Ваваевич, уважаемые участники внеочередной сессии, прежде всего хотел бы поблагодарить армянскую сторону за организацию сегодняшней встречи, актуальность и важность которой вне всяких сомнений. Еще раз выражаем глубокие соболезнования казахстанской стороне в связи с человеческими жертвами в результате столкновений и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Казахстан наш ближайший союзник и стратегический партнер, и наш долг сегодня выразить солидарность с казахстанской стороной. Происходящие глобальные изменения в мире, политические катаклизмы, трансформация вызовов и угроз безопасности и другие факторы непосредственно отражаются на складывающейся военно-политической обстановке в регионе, коллективной безопасности ОДКБ. Происшедшие трагические события в Казахстане являются тому подтверждением. Используя текущие внутригосударственные процессы, деструктивные элементы комбинируют свою террористическую деятельность для подрыва государственности, безопасности и территориальной целостности, создавая при этом атмосферу хаоса, вседозволенности и разгула преступности. В данном ключе инициатива казахстанской стороны о проведении, приведении в действие механизмов системы коллективной безопасности ОДКБ в сложившихся условиях, безусловно, подтверждает единство взглядов государств-членов ОДКБ на имеющиеся вызовы и угрозы безопасности. Основополагающие принципы создания и функционирования организации, ее внешнеполитическая и военная составляющие, с учетом наработанного потенциала, позволяют своевременно реагировать на кризисные ситуации во всех ее гибридных проявлениях. При этом основным приоритетом сегодня остается полная стабилизация обстановки Республики Казахстан. Уважаемые участники заседания, мы с первых дней с тревогой следим за событиями в братском Казахстане. Выступаем против терроризма во всех его формах и проявлениях. Искренне заинтересованы скорейшей нормализацией ситуации и установлением мира и порядка в Республике Казахстан. Сегодня, как никогда, важно найти взаимоприемлемое решение и не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Сразу после обращения президента Республики Казахстан, уважаемого Аукасым Джамар Кемельевич Атакаева, оказать помощь в соответствии с имеющимися в рамках ОДПК обязательствами, президент Кыргызской Республики Садр Нургаджоевич Джапаров принял решение о направлении в Казахстан ограниченного контингента вооруженных сил Кыргызской Республики с мандатом участия в миротворческой операции ОДПК. 7 января во внеочередном порядке было создано заседание парламента Кыргызстана, в ходе которого данное решение было поддержано большинством депутатов. В тот же день, 7 января, в Республику Казахстан вылетел миротворческий военный контингент вооруженных сил Кыргызской Республики в количестве 150 человек, в составе которых опытные офицеры и военнослужащие контрактной службы, а также 8 единиц бронетанковой и 12 единиц автомобильной техники. Хочу подчеркнуть, что мы готовы и далее прилагать все усилия для нормализации ситуации в соседней стране. Уважаемые участники сессии, нестабильность и рост насилия с большей вероятностью могут привести к ухудшению социально-экономической ситуации как в самом Казахстане, так и негативно сказаться на всех нас. В данном ключе считаем особо важным обеспечить все условия для беспрепятственного перемещения пассажиров и грузов в целях социально-экономического развития и поддержания стабильности в регионе. Важно сохранить устойчивое экономическое развитие региона, предпринять необходимые меры для поддержания благоприятных условий для предпринимателей, бизнеса и межбанковских связей. Согласно поступающей информации, большее количество огнестрельного оружия попало в руки криминальных кругов. Существует риск перемещения преступных элементов, участвовавших в грабежах и бесчинствах через наши с вами государственные границы. В этой связи сегодняшняя ситуация в Казахстане обязывает нас предпринять совместные усилия в целях восстановления стабильности в Казахстане и недопущения атак на военные, административные и социальные объекты страны. В качестве мер поддержки нами было принято решение пропускать через кыргызско-казахстанскую границу на территорию Кыргызстана граждан всех стран, включая граждан Казахстана, без предъявления справок о наличии отрицательных результатов ПЦР-тестов. В эти дни кыргызской стороной также организовано временное размещение граждан Казахстана, возвращающихся из Турции, Арабских Эмиратов и других государств, вынужденно пробывающих в Международный аэропорт Манас. В организованном порядке осуществляется их перевозка до кыргызско-казахстанской границы. Отрадно отметить и тот факт, что многие граждане Кыргызстана не остаются в стороне и с сопереживанием относятся к вложившейся ситуации, оказывая всяческую добровольную помощь. Весь кыргызский народ глубоко сопереживает братьям-казахам в эти тяжелые дни и искренне желает скорейшего регулирования ситуации во благо народа. Вместе с тем хотел бы заметить, что в последнее время в средствах массовой информации, в социальных сетях наблюдается распространение информации в отношении иностранных граждан, в том числе и граждан Кыргызстана, об их причастности к погромам и беспорядкам. В связи с чем, позвольте выразить просьбу и надежду на то, что по каждому подтвержденному случаю будет открытое и справедливое расследование в рамках законодательства Республики Казахстан и в строгом соответствии с нашими двусторонними и многосторонними соглашениями. Уважаемые участники заседания, в заключение хотел бы подчеркнуть, что Кыргызская Республика неизменно выступает за стабильность, социально-экономическое развитие, укрепление государственности и процветание Казахстана. Кыргызстан всегда был и остается рядом с Казахстаном. В случае необходимости при обращении казахстанской стороны мы готовы оказать необходимую помощь народу Казахстана, исходя из крепких родственных связей двух братских народов. Позвольте еще раз выразить глубокое соболезнование казахстанской стороне в связи с человеческими жертвами и пожелать скорейшего восстановления всем пострадавшим. Благодарю за внимание. Спасибо Аклбеку Сенбекович, уважаемые главы делегаций, уважаемый генеральный секретарь. Благодарю за содержательное выступление и детальную информацию. К сожалению, должны констатировать, что в зоне ответственности УДКБ не просматривается снижение напряженности, и мы продолжаем сталкиваться с новыми видами угроз. Текущая ситуация в Республике Казахстан вызывает у нас особую тревогу и озабоченность ввиду представления информации о вовлеченности международных террористических образований. В недавнем прошлом мы сами столкнулись с появлением иностранных террористов-боевиков в нашем регионе. Надеемся, что усилия в рамках УДКБ, направленные на помощь дружественному Казахстану, будут способствовать восстановлению нормальной жизни страны в самые краткие сроки. Коллеги, следует подчеркнуть, что среди ключевых приоритетов нашего председательства укрепление механизмов кризисного реагирования организации. Исходя из этого, ожидаем от государств-членов УДКБ наращивание совместных усилий с целью дальнейшего совершенствования данных механизмов, что бесспорно послужило бы как дальнейшему развитию взаимодействия между государственными членами, так и укреплению соответствующих структур и механизмов организации. Уважаемые коллеги, мы завершили обмен мнениями по вопросу сегодняшней повестки дня. И подводя итоги нашей сегодняшней сессии, хочу с удовлетворением констатировать высокое взаимопонимание между нашими странами относительно ситуации в Казахстане. Очевидно, целенаправленность наших действий на скорейшую стабилизацию обстановки и возвращение страны в нормальную жизнь. Это критически важный момент для обеспечения элементарных условий жизни для граждан, а также обеспечения безопасности стратегически важных объектов. Благодарю всех за внимание. Я думаю, что наша сессия можем считать уже завышенным. Спасибо. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Спасибо большое. Спасибо, Николай Владимирович. Вы знаете, я в завершении хотел бы отметить пару моментов. Во-первых, очень высокий уровень нашего взаимодействия и готовность коллег работать действительно в полном смысле этого слова в любое время дня и ночи. Вот это мы видели в ходе прошедших и незакончившихся пока еще событий. Это, конечно, результат того высокого доверия, которое сложилось между нами за годы совместной работы. Думаю, что и все наши встречи, включая неформальные, последняя встреча в конце прошлого года в Петербурге тоже подтвердила, что все вот эти наши контакты идут на пользу и укрепляют наше взаимодействие. Это первое. И хотел бы, конечно, всех за это поблагодарить. Второе. Нам нужно подумать о совершенствовании процедур принятия решений использования совместных сил. Решения все были приняты оперативно, но нужно, чтобы они были, на мой взгляд, единообразными. И это улучшило бы качество нашей работы, подняло бы его еще чуть повыше и сделало бы нашу работу еще более эффективной. Хотя и так в целом нам жаловаться особенно не на что. Ну и третий вопрос, не имеющий отношения ко всем коллегам. Я хотел бы сразу же после окончания буквально два слова по текущим вопросам сказать по телефону Иману Шариповичу. Если у вас ничего срочного там нет, сразу же после окончания нашей сессии я бы вам позвонил. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, Владимир Владимирович. Успехов. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует...